задача unreal просто вулкан не ебанет можно идти хуй вообще что-то выйдет из этого все говно это на байкале точно работает сила мыслей там вообще плюс 40 для джара возьми spf нахуй плавки там будет кайф для людей еще не дошло что не существует природе там двух-трех несочетаемых ароматов работает все совсем как тебе хочется как ты относишься к изменениям в продукте у табачных брендов но смотри у нас с недавнего времени на пачках будет такая штучка наклеечка которая будет на которой будет ображаться новый урожай то есть мы осознанно идем на этот шаг мы объясняем своему потребителю о том что у нас есть изменения да мы там проделали огромную работу для того чтобы это было почти практически незаметно но с точки зрения там никотинового насыщения разница все равно она будет об этом просто очень редко говорят именно на массу на каких-то там формах супер профессиональных возможно там внутри компании это как-то озвучивается но я еще честно говоря не припомню на своей памяти прямо акцента на то что у компании у производителя что-то меняется и как ты вообще в целом относишься таким вещам к такой открытости фактор честности это очень круто то есть когда компания с тобой честно это ну априори приятно то что это еще на это концентрируется внимание вдвойне история слушай но есть же фактор там изменения ароматизатора у поставщика изменю невозможность невозможно сделать одинаковое одинаковый урожай мне кажется просто те факторы которых потребитель опять же не задумывается ну то есть понятно что у тебя не может быть даже с той же плантации каждый год один и тот же табачный урожай есть фактор я не знаю дождей есть фактор солнце есть фактор цикла фотосинтеза но мы с ним столкнулись мы понимаем что это такое но понимаешь вот нас вот тут сидит там в комнате сейчас сколько человек десять из нас кто что-то наверно плюс-минус отстреливает на человека три-четыре людям как бы мне кажется это не особо важно если мы говорим про самую вовлеченную аудиторию опять эти маленькие проценты да им будет прикольно возможно здесь может маркетингово клёво сказаться новый урожай по-любому свежую значит не залежалась стопудово будет так 0 и покурил на ты покурил на вы урожай заметил ли ты разницу смотри у меня проблемы с никотиновой толерантностью я никотиновая помойка ну ты курился на чашке ты сказал же это хуйня объективно так но нет это субъективно хуйня по моему мнению то есть первые я так понимаю итерации которые у меня были на обзоре с армой 300 с армой с вашим продуктом 360 линейки крепкой мне было ого-го но типа 5 на 5 чашечки я сел на жопу то есть на апгрейдике нельзя просто оценивать трезво то что мы пробовали на мероприятии на дегустации да это крепенько это комфортно крепенько шаги в крепости ну не знаю вот я бы предположил что самая первая была бы крепкая но возможно было более жесткой было более жесткой а ты знаешь вопрос восприятия тут тип мем такой что неважно какое количество у тебя никотина типа какой этом толк если он курица тх на значит это крепко к сожалению тенденция осталась я этом не поддерживание разделяю но в среднем по больнице это именно так и работает ну типа обновленный новый урожай да это крепенько это крепенько комфортненько это подпины вопросов нет я всегда как бы выделял 360-ку крепкую в пулу однозначно уверенно крепких честных продуктов вопросов никаких но видимо твое отношение к современу достаточно сказать ну я не могу назвать его лояльным потому что мы надо нам и над лояльностью над блогерами вообще принципе никак не работаем но ты вроде как нас воспринял достаточно тепло честно как твое отношение с вами сейчас то есть твое первое касание прям хорошая плотно это достаточно давно про да 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 и сразу сказал то что это очень клевый продукт меня зацепил фактор вашей любви к родному краю мне типа это нравится кстати мы упираемся в идеологию это круто то что это так популяризируете это кайф честный понятный аромат то есть вашем продукте есть то что мне устраивает то что меня цепляет понятная ценовая модель понятные фасовки упаковочка прикольно есть типа сырок прям вообще имба мне это нравится и набор ароматов понятный внятный ну вот меня из-за последнего была претензия в плане 360 легко крепко стопудово будет вызывать но как бы трудности но соль в том что кто с продуктом знаком будет понятно то есть и единственное грустно что люди которые работают за стойкой в магазине и не особо следят им будет чуть-чуть тяжело плавать ну то есть есть люди которые не вовлечены в свою работу они просто продают табак вопрос донесения с нашей стороны да 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 мне в целом к сравнению положительные отношения потому что это понятный хороший продукт есть градации по крепостям есть те линейки которые мне подходят есть ароматы которые мне подходят и они мне кажутся очень классными сильными вопросов никаких вообще нет если бы ты открывал коленную с амбромовича романом ну вот ту гипотетическую коленную да вы были бы в пуле конечно конечно что 360 кому стопудово было бы крепкая однозначно и много чего было бы из классики потому что мне кажется самый наверное интересный и лучший байкал есть такая прям клёвая штука может быть не повсеместное применение но это очень хорошо малины вишни типа сердечки вообще это очень достойно но опять же наряду с этим был бы в моем идеальном мире условно да было бы несколько байкалов несколько несколько малин вишни т.д. и т.п. мне кажется понятно что это математически и по бизнесу это глупо очень но мне так нравится я так чувствую делаю как чувствуешь может есть смысл про новый урожай чуть подробнее как-то рассказать что это из-за чего что-то изменилось изменилось ли но в таком восприятии мне кажется тут вопрос надо по-другому задать то есть интересно ли всем производителям такие вещи указывают допустим говорить про них ну что мы как бы тему затронули что мало кто про это говорит ну допустим тогда на вине всегда писали бутылка год урожая чтобы люди понимали какой там ну кто разбирается для них это важная информация не разбирается для них это просто цифра которая как бы на упаковке вот нужно ли это типа это слишком узконаправленная вещь окажется наверно по финалу слушай но это сделано в первую очередь для того чтобы люди которые соприкасаются с продуктами ежедневно взяв очередную пачку не задались вопросом таким типах так 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 что изменилось что что-то что-то не то что-то как-то по-другому это курица и нужно мне кажется что об этом нужно было сразу заявить на говоря это и сделали с чем мы столкнулись да действительно мы столкнулись с тем что приехал свежий урожай и табак отличался и визуальными факторами на ощущение того что мы получали ранее хорошо что мы знали в чем были отличия мы начали варку и поняли только мы варили его до этого он так не работает мы чуть-чуть перелопатили технологию по-другому сварили и все было сделано для того чтобы не то чтобы сделать именно с того что мы получили хороший продукт она именно приблизить его тем характеристикам которыми сарма в принципе обладает до стала никотина побольше но чего хотелось достигнуть чтобы это не ты хашила что это чтобы это курилась мягко комфортно стабильно чтобы это не отражалось никак на вкусов которые мы делали ранее которые мы будем делать чтобы база оставалась такая же спокойная более нейтральная чем в целом община на сарма славилась всегда то есть никогда не табачила то есть ты мог курить кальян сколько угодно и до сырья добраться достаточно сложно мы поэтому выпускали вкус который называется эта база для того чтобы реально люди могли сравнить то есть чувствуют ли они табачку либо это какой-то другой привкус зависимости от их развития вкусовых рецепторов ну изменения до претерпела не то чтобы серьезные но значительные но отличить сейчас сарму 360 лесным там в основной линейке от того что было раньше но достаточно сложно что все работает плюс-минус так же как это и работала крепость чуть-чуть просто изменилась но и стоит заметить что легкая линейка вообще никак не потерпела никаких изменений это все именно повлияло на основную и на крепкую линейку потому что берли используясь там с вирджинии все в порядке все классно но вот история того что ты можешь получить от своего же фермера с своего же сорта перелее чуть другой результат это возникло но и потому что у нас полный цикл то есть мы не работаем по принципу там привезите нам готовые увлажненный нарезанный бленда от этой итальянской компании которая делает очень многим продуктом сырье мы все делаем сами абсолютно от а до я у вас же по любому на производстве есть все три итерации всех продуктов наберите активных ребят с города и в слепом тесте загоните им там пул ароматов в каждой итерации пусть попробует отчет найти слепые тесты всегда вызывают лояльность суши итерации было всего 2 на самом а ну тем более еще меньше мороки прикольно все ли раскурили нашли ли там отличия нет прикольно слушаю вот этот мероприятие которое мы делали мы собственно для этого его и сделали то есть мы дали люди просто в нашем регионе точно знаю что есть такое сарма и как она курица мы показали там на новом урожае как это курица собрали обратную связь и поняли что да это стало чуть чуть получше вот это был наверное самый главный акцент на который мы ставили это не должно было быть четко похоже на то что мы и так уже делали то есть любой продукт который тебе приходит другого качества нужно сделать так чтобы это было на хотя бы если на один процент лучше но лучше и по моему мнению и по мнению команды большой уже команды стало действительно поинтереснее потому что большинстве случаев у тебя все равно будут какие-то изменения сначала рассматривать в негативном ключе так что-то изменилось ну-ка давай внимательно все это дело по морозе накинули сейчас поработаем посмотрим нормально все это рынок воспримет будет ли это именно возражение то что раньше был лучше вы сами даете такой трамплин для таких возражений интересно будет отрабатываться будем смотреть интересный пример ну а как сейчас вообще рынок мне кажется воспринимает допустим продукт какой-то выпускает там новую линейку трон до этого не делали это все-таки положительно воспринимается или изначально типа придумали еще линейку ну просто мне интересно я не не в этой сфере поэтому на вопрос продукции шин это еще хорошо если придумали линейку большинстве случаев мы встречаем просто какой-то ароматический каннибализм пул ароматов из какой-то линейки которая уже была очень долго на рынке ее дублирует потом на крепкое сырье или на какое-то другое сырье под видом новой линейки и ну я честно скажу что я к этому отношусь вообще супер отрицательно для меня типа это просто халтура вообще то есть неужели не хватает фантазии под новую линейку придумать что-то действительно уникальное какие-то ароматы возможно и можно дублировать но мы такому пути вообще не следуем абсолютно скажи это дает шоту нет слушай там идут сочетания а то есть ты имеешь ввиду когда full там малина малина да 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 но есть яркий пример да то есть будем говорить честно откровенно допустим сибера у них есть пол ароматов которые они полностью сдублировали на крепкая на сибири black ну и но это для для меня честно это просто странно я не понимаю как но сегмент того кто будет крепко и у них есть возможность покурить то что ему же нравится без каких-то излиш ну каких-то неожиданных поворотов многих привлекает фактор стабильности продукте стабильность ароматы ты знаешь что от него ждать просто это чуть крепче или крепче по моему это наоборот прикольная история это я думаю для кого-то чувака который курил там арбуз всю жизнь не нравится им рубус но у него там вырубка толерантность на и он такой хочу тот же самый арбуз но крепче почему не вообще нет 0 проблем ну ладно все равно не задумываясь об этой идее конечно на тему на тему ароматов все ограничены тем одними и теми же поставщиками а еще же это на самом деле пиздеж из-за низа выражения на это просто пиздеж рынок ароматизаторов он настолько большой он настолько глубокий и у каждого производителя ароматизаторов ты можешь там встретить прайс в районе там от 200 до 500 позиций которые будут отличаться где есть тонкие моменты которые действительно делают разницу и вот то что рынок ароматизаторов типа скупой я вообще с этим абсолютно не согласен какое количество вот условного поставщика в каталоге ароматов которые ты видел потенциально могут хорошо сыграть с точки зрения производственного цикла и продаж но ты же понимаешь что что есть куча ароматизаторов которые на хрен просто не нужны но есть цешки цешки на цешки выпускать прикольную цешку лимиткой там или неважно как но это смысл игра не стоит свеч слушая я считаю что для каждого бренда в рынке ароматизаторов всегда есть возможность создать что-то уникальное но поле вообще не паханой там просто куча всего вообще если сейчас задать просто какой-то откровенный вопрос любому технологу с производства из тех производителей которые реально существуют из того прайса которые могут предоставить сколько тобой обработано но по-настоящему обработано внимательно слушай это не будет занимать даже десяти процентов того что можно в рынок предложить давай проще сейчас проедет трамвай назови 5 ягод которые еще можно сделать и они зайдут не буду называть честно потому что хочу их просто выпустите не хочу спалерить эти ягоды существуют правда окей 5 допустим 5 сани ника я вот сгонял в отпуск и напробовалось такое количество клевых фруктов я теперь знаю как и какие они по вкусу какие они потом по текстуре и так далее но я вообще с точки зрения здравого смысла не вижу их в пули ароматов которые будут продаваться ну вот банальный пример apple woods деревянное яблоко пипец какая прикольная штука у тебя в плоде или в ягоде дерево или что это я не знаю там кустарник неважно у тебя шарлотка просто во фрукте уже вот он как есть готов но ты можешь себе представить нас уходит на вкус деревянное яблоко блять коллаборации сам шарлотки до коллаборации с буратино это будет 100 процентов шарлотка все это будет цешка да и типа смысл есть змеиный фрукт вау это пипец как вкусно обалденная штука это откуда такая штука таиланд змеиный фрукта первый раз слышу если честно ну очень интересно стало 7 или 8 ароматов я выделил которых не видел рынок полноценный вкусный мангустин мангустин так жестко дает в рот манго и маракуи что ты просто ну когда ты это кушаешь ты говоришь вау это что чеснок может быть сладким мангустин действительно потрясающий но какое количество людей пробовала мангустин у нас вот меня есть моя боль лично это сладкая маракуя я не в россии не за рубежом я не пробовал ни разу сладкой маракуи она кислое ты много потерял существует сладкая маракуя правда спелая переспелая без разницы на она в первую очередь существенно кислинкой и потом сладостью у нас все что представлено в рынке это сладкая ебучая маракуя нету ни одной кисленькой маракуи единственно это сделано это не руси металль факер я просто целую целую руки технологов кто сделал кислую маракую к тому что сладкую или кислую и кислую 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 маракуя то есть типа у почти у всех любой бренд назови это сладкая маракуя это какой-то там творожок йогурт вирджиния заявили кислая маракуя нет а блокберн завел рио посещу нет это не кисло я очень ждал что они сделают шок пэш очень я ждал этого но почему-то нет может быть на дистанции твой возможно вкус какой-то сполернул кстати не знаю но вот это я покурил бы skype так вот и как сильно слышно его может это землетрясение не надо пожалуйста не надо короче факт то что есть я еще просто не все хочу уговорить есть огромное количество крутых нестандартных нетривиальных ароматов которые представлены в мире в плане тигрю про покушать ну тропики ягоды там гастрономия нахер никому не нужна объективно это просто деньги в мороженое в говно за категории боли с этой гастрономии невозможно кукуруза паприка вообще слушай я тебе без шуток скажу этот вкус выпустился что заебали просто ты в какой регионе приезжаешь тебе а кастинами и будет а гастрономия будет будет мы будем продавать я там за паприка 2 процента объема всех самая самая спокойная аккуратная гастрономия который вообще сейчас можно себе представить нет окей ну тут опять же попробовал как фил забивает кукурузу паприка спал и видел вчера об этом короче короче вот видишь ки мы вернемся к миксологии да есть есть рубрика учимик есть рамбутан да вот это вот это я вообще посыпался все уже серьезные серьезных врезок от меня не будет уже под почему но это личи который не прошел депиляцию знаешь что тут лохматый личи это на самое простое что может представить нас там обыватель проживающий в россии которому в целом эти тропические фрукты пофигу возможно или не потому что ему пофигу потому что он их не толком не пробовал был dragon fruit есть dragon fruit белый есть розовый розовый кстати имеет вкус какой-то на мой взгляд субъективный но dragon fruit которая помню это фрутидаст дарксайда который по маме это дафтовский фрутидаст ну то есть те а терматы которых я это чего то есть видишь тут вопрос не полученного experience в рамках того места жительства где ты находишься ну нужны к сожалению черники малины клубники наш ты знаешь что это такое у тебя нет желания пробовать змеиный фрукт блять что такое змеиный фрукт ты вряд ли полезешь гуглить хотя с точки зрения самого фрукта это ебать как вкусно и таких ароматов правда очень много и когда приезжай в стану меня стоит задача на пробовать огромное количество фруктов чтобы какой-то ну что-то возможно впоследствии в коллаборации возможно в своем каком-то продукте сделать слушай круто я закажу это заказа выходит свиной гриб а потом свиной гриб выходит змеиный гриб вегетарианцы защищены это не будут типа много таких правда очень много таких карамбола которая но не очень прикольная по текстуре но интересный аромат в целом но шербет ли царство небесное в рамках ру сегмента блин сколько у них не наш дуриан был даже был дуриан асай от а далее господи как это вкусно когда я общался владельцами а далее с в турции они говорят это вообще-то это z категория вкуса это вообще сразу это z а это вау до свидания вообще это вау как вкусно просто понимаешь тем сам продукт я гадреса имеешь ввиду я тебе про кальян говорю кальян табак гуарана была у фасила это господи служба спаде задача анриал просто набу раной много было тестов позже как это больно но это правда очень и очень тяжело если кто-то реально выпустит гуарану он выпустит и только тогда когда реально выпустится на рынок ароматизатор реально который будет походить на его интересно если если у производителей ну на заводе такая задача мониторить фрукты ягоды вообще что угодно напитки в первую очередь напитки которые сейчас в определенных таких интересных условиях поступают на рынке там торговых центров каких-то пищемолов конечно конечно это же это же как круто ну слушай я напитки просто газировки вообще не употребляю но есть человек с которым мы создаем вкусы он газировок пьет очень много и вот тебе хороший пример помнишь когда у это сейчас называется фантола кажется до фанта у них вышел вкус газировка баблгам и после этого у реально у производителей начал выходить много начала у производителей у которых выходил этот вкус потому что просто аромка появилась не делали доза был похожий вкус кстати коллаборации да с кем-то да да ну не там совсем короче по поводу ароматов и то что типа важный фактор у компании как насмотренность того что уходит мне кажется на эту тему ну типа сберном давно начали закрывать чупа грейпер виноградная газировка но блин это очень вкусно это балденный аромат фишечка вот с этими сливочными нотками с напиточными ну блин это круто продажи сами за себя говорят это второй вкус по моему если я не пизжу вам помнить второй вкус у продажи в бб я же правильно понимаю любая газировка любом случае это не бутылка ароматизатора смешанная там жидкостью да это типа набор разных ароматизаторов как и кальянах сидел и поэтому к вопросу зачем там конкретной компании которые производят ароматизатор выпускать ароматизатор конкретной газировки типа да куда готовы хоть это можно и существует но ты можешь взять целом если у тебя есть какие-то компетенции на этом собрать этот вкус если ты разбираешься в аромате поэтому скорее всего он изначально собирается а потом делается конечно не нужно компетенция правда я думаю что ароматизатор типа кока-кола но это же не изначально таки сделали аромку давай залью мало тоже боль пиздец да что-то как будто нету вкусных колта этом нету у меня если что стоп кока-кола вкус все мы все скупку или меня уже завязал но вообще у меня почему кока-кола было потому что я помянем вкус имбирь был у дарксайда очень вкусно я сильно любил его ginger blast и когда он ушел я пытался найти аналогичный вкус и вот кола почему-то было ближе всего каким-то видимо по ощущениям сухости во рту и что такое я не знаю все роллы которые делали мы пытались сделать это только пепси получилось путь это все что мы видели уже на рынке и это неудачно вообще и ну типа действительно кола она сейчас висит мы ее сделаем в любом случае сделаем но сколько на нее еще уйдет времени вообще непонятно но это добрый колу будет ну да главное не монгольская я кстати сгонял за бугор и понял что реально есть разница раньше был из тех кто жестко добрый кола кока-кола одна хуйня вообще никакой разницы я бахнул из стекла кока-колушки такой бать это вот так было я просто забыл короче разница колоссальная для не нужно еще всегда во всех странах принципе разные по вкусу ну да 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 это слаще где-то еще слаще где-то еще слаще но я был что когда я градацию мне кажется ну там же целая рецептура формула мне кажется вообще куда своего рода чистая миксология я думаю тут даже не то что рецептура тут еще есть у определенного рынка там государства какие-то стандарты в производстве для таких вещей гост ты должен по гостам еще это делать где-то если количество сахара у тебя там больше чем нужно то у тебя априори уже другая кола получается будто бы в азиатских странах ограничителя по сахару конечно нет он ли а если вот так повернем этот вопрос зачем бы ты бы еще вдохновлялся для поиска новых вкусов кроме напитков фруктов ягод что мы сказали вот где еще можно смотреть нахтами я вкус с точки зрения коммерции не так заинтересован то есть у меня как бы чеки там пока лобом они вообще одну как бы смешные с точки зрения так вот моего материального обогащения но мне пиздец как важно чтобы когда я приходил в рандомную заведение в рандомном городе россии или снг неважно чтобы там стояли эти ароматы это не фактор того что я там че-свешный хуй мне важно чтобы мне просто ну круто создать тот аромат который будет востребован это касается вообще всех продуктов которые там я вписываюсь там это может быть чашки это может быть там кальян на табак без разницы чай это очень важный фактор то есть мы не вот там посидели выпивы и влетели в готовые ароматы которые предложила компания мы очень много блять потратили времени на огромное количество сэмплов и старались сделать это круто и чтобы главный результат работы то что тебя выбирают мне это прям крайне важно как на мой взгляд если есть какая-то формула успеха есть категории ароматов которые всегда будут в цене давай торпедированное мнение послушает для тебя но это фрукты и ягоды всегда категория сто процентов цитрусы 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 пряные напитки тропики отдельно выделяем пряные отмена пряные c пряные но это цену это в любом случае в пули бренда они должны быть мнение мы говорим ставят нам нужно что будет три-четыре категории а вкусов нам нужно выделить давай под группа вы сейчас мы все уголь вот а факт мы пляшем в рамках ягерты куда тропиков cbc дай бог дай бог б ну я не знаю можно называть мне там типа коммерческой продажной жопы ради бога но мне первостепенно фактор того что это выбирали потому что у меня нету мотивации с пачки нигде не всегда фиксированная история мне в целом объективно вообще я бабки получил грубые мне насрать как они продаются но мне важно я списываю с компаниями гри пацаны чё как там вообще мне интересно матрица потому что блин но это круто к это что-то делаешь тебе у тебя первых появилась возможность интегрироваться какую-то компанию там пободаться пообщаться с технологом прийти к чему-то общему это очень круто потому что ну блин мне честно не за один аромат не стыдно который у нас выходил это реально вкусно понятно что где-то есть проблема того что мы сделали коллабу с увердозом мне самое главное заражение которое меня возмущало а нахуй так крепко есть пол людей которым даже крепость bb кажется тяжелым нам люди там есть правда люди которые курят нам делик таки вот заебись вот и вот такого хочется нужно что-то легенького я легенькое в целом не курю то есть условно мы там решили с вами сделать коллабу игре давай сделаем легкой некий пацаны отмена это вообще не моя история это будет нечестно с точки зрения меня то есть это будет но нечестно я такое не курю просто то есть в 360 ты бы залетел в 1060 на этот продукт у меня было бы интересно опять же с учетом того что вопрос что это за аромат и это там всегда мы когда подводим диалог с компанией про коллабы гребят полгода считаете полгода месяца 7 там взрослые результаты конечно конечно вылетать там типа на готовые сэмплы вообще не моя история по кринжа лед кринжа лед конечно хорошее слово мы сегодня с тобой когда ехали в тачке разгоняли тему рыба тут эту и крем-то рожду батлов я не помню помог с кем-то был батл и мы там накинули такой прикольный панч то что вот взял готовый вариант там каких-то кроссовок накинул свой логотип и прибавил цены блин меня чё-то это как-то так на меня повлияло в жизни то что типа так не круто делать так неправильно ну типа коллаб это же какая-то некая такая синергия ну в наших реалиях там либо бренд-бренд либо блогер-бренд и как будто надо ну посидеть попадеть попердеть но у меня такой был не сложно что когда мы сделал мне прислали первых там счет 12 сэмплов и я курю и все говно просто все говно огромный респект аси закатовой и андрею сибирякову я залетел к ним на прямой эфир там еще шах работал в компании и короче них там такой трипл эфир и я сижу что-то вообще в тильте думаю бля пиздец мы ничего не сделаем ну типа это первый на первая проба пера с берном нас нихуя не получается типа в моей голове а там сибиряков сидит у нас вот коробка здесь 70 образцов хуй вообще что-то выйдет из этого все говно и шагуину в целом как бы 1270 на чем я вообще поэтому мне такую прям надо пробовать надо пробовать а ты вообще считаешь актуальную историю с коллаборациями в нашем рынке ну слушай давали это еще работу давай по откровенничаем вот вы сделали сейчас с елисеем коллабу чё давай так и сейчас я мы сделаем мы делали в первую очередь телеграм-канал с бочеками не я про другое чисто вот про цифры как вот вообще первое с какой скоростью первой партии отгрузилась но первая партия под 0 отгрузилась сразу 2 уже произвели все это при 2 4 но до 4 груз да но рано делать выводы потому что не прошло время до 4 груз когда этом это это рано это еще как на вид я просто не могу дачи не могу спросить какой-то на что вы не ответите но типа пока на 100 тонн я понял одного вкуса только сильно это сильно красавцы ну короче да верно и да но опять же понимаете есть проблема того что большой пулу ли она ведет вашу большой пул людей не знает про элисея также как и про меня там потребители берна не знают про меня это нормальная история тут важный фактор сделать просто сам по себе самодостаточный аромат вот кстати самодостаточность ароматов важный фактор который мы там про бедного романа там задолбали с табаком но типа очень важно когда аромат самодостаточный не надо категория вкусов но это для миксов у меня просто подрывает жопу и мы сделали вкус чтобы вас чем-то миксовать значит он блять не получился значит вы на фокус-группе думали бля есть смысл еще выпуска чуть хуйня как ну для миксов нормально блять выпускаем полнейший от той полнейший слушай ну очень много мастеров расстояние какие-то продукты которые в соло не самый хороший результат но для миксов пойдет ну каков шанс не встать к нему на полку и его заведение где он работает крайне нет крайне но ограниченный рынком мастеров получается так надо делать ашки чтобы все было важко все важко но типа а категории вкусами кончаются кончаются всегда видишь в любом случае рано или поздно любой придет к тому что ароматы которые могут сострелять к категорию они просто уже выработаны и тогда начинается уже хуйня да почему нет мне кажется есть же особенно на маленьких компаниях вот мерил а то что у них там один-два вкус составляет основной пол объема того большая кстати тема такая интересная что допустим ты выпускаешь ну кто-то выпустил вишню ты пробуешь вишню и тебе она не нравится я выпущу лучшую вишню но кому-то та вишня нравится твоя типа никому не понравится и ты какой-то замкнутый круг что просто все выпускают 40 тысяч разных вишен и каких-то там на для определенных людей на подходит ли определенных не подходит поэтому здесь как бы почему нет но на дистанции времени в кругу как будто вовлеченных людей в процесс все понимаем у кого есть вкусная вишня у кого и нет не это там пул буквально там два это как будто бы ты не придешь сказать что вот эта вишня вкусная потому что ее сравнить еще когда их там без ему есть чем с вами за каждую вишню отвечают продажи ну это точно не я к тому что типа ты даже лично там по своим ощущениям куришь вишню такой и это вкусно для тебя это не вкусно но возможно это тоже для тебя было раньше не вкусно но в сравнении с этим говном это уже для тебя вкусно вижу на сегодняшний день соло вишни вкусный в рынке нет лишний на стоит у меня товарищ есть артем балашов у него есть трамвай есть очень прикольный критерий говорит очень важный фактор и мерила хорошего показателя ароматически составляющего бренда это наличие хорошей вишни как будто это прям очень сложный для создания аромат и вот не знаю правды вот вы можете назвать сходу вкусная соло вишня а тут вопрос что за вишня тебе нравится кому-то нравится что-то черешня после черепи дачная которая такая вот у дедушки выросла она просто там а не без заморочек просто условно не условно фактически вкусная приятно всё старый богарский это я не знаю это вообще что-то с чем-то у танжа какая-то вишня было морозкина черри черри лимонад дарк дарк чех дарк чех это не вишни это пиво это пиво это пивно напиток кашемир черри на самом деле сам это не это кашмир ну короче вишен как много когда-то было у элемента в воде возможно да я с тобой соглашусь да not bad кстати к но сейчас вообще в таком подвешенном состоянии находится элемент вообще непонятно что посмотрим ребята вроде заявили себе заново и посмотрим что будет но могут были сани в стране если вы будет стенд точно грызом практически во всех практически во всех заведениях в красноярске достаточно большая полка элемент до сих пор ничего не статишь по всем остальным казани с любовью для красноярска такой слоган да ну не просто это еще 80 регионов или скобно да 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 понятно что в масштабах страны федеральные особо считались жизнь жизнь не на грустно столько я тут недавно делал некую выборку просто было интересно и настолько брендов снял обзоры что процентов мне кажется 40 этих брендов перестали сосуществовать вообще после этого обзора да да если это не было за шутка в каком-то ролике такой банк что что ребята если ко мне на обзоре возможно вы скоро закроет подумайте дважды но это классно что у тебя мнение не продажное открытое честно не я беру деньги но если открыть мою кпшку там написано обзор может носить резко негативный характер и негативно повлиять на репутационные издержки вашей компании то сам договор составлял договор договор кп кп у меня появилась прекрасный менеджер мария пожалуйста пишите ей а не мне я не отвечаю я козел вот она мне помогла очень сильно в этом плане маша просто золото у нее при собеседовании была на одна запрос твоя задача ебать мне голову по моим рабочим моментом она справляется идеально нахуй все пока это последний месяц они будут не работать достала но молодец молодец потому что с точки зрения исполнительности и каких-то таймлайнов у меня прям проблемы с этим а ты собеседование вообще в жизни много проводил я же не начальник я так прикольно стык про собеседование мне кажется разговаривать что все вообще по-разному их проводят и на разные вещи смотрят я просто вспомнил про ебать мост и сказал я вспомнил что я подбирал бухгалтера просто чтоб он стул ушел и в офисе стоит вот такой стул если она приходит и стул мне не подходит а бля я бы не прошел хорошо что не бухгалтер ну такое конечно такой подход командо образованию но чувствуем этом гайде рамки извините вам не перезвоним почему вы не убрались в стул вы видели свою жопу вообще то ужас надеюсь не будут смотреть бухгалтера которые не прошли собеседование травма будет после этого ролика ты во многих городах был и какое послевкусие у тебя уже ставил ворпуск что ты завтра улетаешь и я думаю тебе получится собрать какое-то плюс-минус мнение о том что этот город из себя представляет для тебя даже не город наверно да в целом мы себя никогда не со своим именно с урбанистикой мы больше про природу походить что-то покорить дорогу какую-нибудь например просто покорить хотя бы слышали на самом деле действительно когда много катаешься по городам по разным регионам я не только там столицу субъектов езжу но и ну прям какая-то говорится провинция от провинции то есть можно куда-то там не в центр регион я сейчас стараюсь от этой темы вообще отказаться максимально если какое-то мероприятие дегустация гостевая смена ездить только в столицу субъекта не потому что я охуевший а потому что тупо тайминг очень много времени там приехать условно в казань и там добраться еще до альметьевской до челнов ну типа это очень много времени люди обижаются не понимают этого ну я пытаюсь донести не потому что типа мне впадлу просто ограничение по времени короче факт то что есть общая такая тенденция что города очень похожи друг на друга это от этого типа грустно но когда ты такой гик краевед не обязательно родного края всегда можно что-то зацепить прикольно ты на не обратил внимание что такой задрот места и мне там очень нравится тема истории это вообще очень сильно удивило потому что после диалога с тобой твой образ того как ты позитиваешь себя на ютюбе он разваливается достаточно эрудированный спасибо начитанный литературы мало я так сейчас кладу хуй на литературу мне так грустно из-за этого я и плечи кого на свиньи начитаном я думаю что люди уже не вкладывают такой смысл значит начитанный что там книги читает просто эрудированная какая-то тоже достаточно это проблема эта проблема бумажные носители умирают помнишь нас то вы когда были в музее эти сказал сука блять почему 1800 рублей за книгу но это же дичь это сейчас такой к сожалению рудиментарный продукт есть такое вообще слово интересно да рудиментарный продумал теперь вяжутся вроде не актуально бумажный носить извиняю что ты вообще прям зажал мало кто читает нагрев да прости мало кто читает и меня тип с этого бомбит я помню у меня был период электроносителей но это говно у тебя глаза вытекают просто вытекают книжки читать как будто крутая тема но не модная понял там типа нет такого разгона какую последнюю книгу ты прочитал вообще всем как будто насрать на это зависит мне кажется от твоего окружения в котором ты в целом но если взять среднем больнице типа прочитать книгу это уже как будто вау ты книгу прочитал что я не считаю проблемой то что книги стоят там 1800 рублей ты сказал то что ты купил последнюю книгу за сколько за 5 6 6 тысяч рублей у меня вообще шок я я бы частая жмот жадина говядина я бы в жизни не отдал бы так за книгу слушай ну блин когда ты их можешь отдать 35 50 80 100 250 тысяч рублей за знание кого-то чего который тех будет рассказывать три часа четыре там даже шесть часов чем книга хуже книга всегда будет лучше почему она не может стоить дорого если там действительно есть полезные знания которые те помогут да даже если диме не помогут на тебе будет интересно и ты проведешь время с кайфом книга за 5 тысяч рублей даст тебе эмоции больше чем три похода в кальянную это плюс-минус там ну чек даже в кальянове тебя увидит больше или там провести вечер с друзьями в баре но эффективность книги за такие деньги смешно звучит кальянная библиотека концепция по книгу читать в горы на это в москве есть такая до москве кальяна это зато библиотека и там прикольная штучка не знаю можно ли это отнести к теме у т.п. там длиннющие столы вот наверное вот этому за которым мы сидим он сколько метра два с половиной где-то да около трех около трех но там вот плюс-минус такие же столы и у меня у катюши был экспириенс очень странный посещение тогда она села вот ну где мы сейчас тобой сидим а мастер выносит кальян и ставит его туда она такая думает вот козел ничего двигаться надо же так комфортно уселся это же очень важная интимная тема как гость уселся и он надевает на мундштук на одноразовый мундштук и начинает ей тянуть шланг а думает для сейчас же кальян пизданется а у них короче шланги по три с половиной метра вау как же это прикольно и удобно ну типа вообще билайк прям билайк билайк они так понимаю нестандартные заказывают пвх-шные вот эти ли силикон не непонятно на ножек просто туда по текстуре типа обычные софта ческие шланги но это очень клево то есть прикольно если вы там еще ходили кальянщики как библиотека лица классическая тяга запрещена только на лампа вот эти и у тебя была бы карточка посещения гостя как читательский билет вот и есть и вот и есть концепция реально клево очень клево прикольно ну вот влажность влажность будет до низкого и playstation рядом у вас нет playstation of вау фиговы на яйца до свидания вообще вы на таких и вас нет дженги ебучий блять если у вас колено есть дженги вообще нет сожгите пожалуйста но но мне как гику настольных игр мне грустно есть куча прикольных настольных игр но как будто нахер не надо чтобы стол сидел 6 часов это тоже хочешь играть настольные игры неси свою играть без проблем но мы как заведение просто не будем осуществлять такой такого формата сервис это не считаю что кальяна настольная игра это прям супер классное времяпрепровождение дома топ дома дома создается атмосфера супер дружественная никого никого нет рядом никто не мешает никто не смотрит и вот погружен со своими друзьями такой очень теплый уютный атмосфере как бы ты не хотел ты в кальяна это никогда не создашь это не невозможно воспроизвести не еще бесит набор средний набор условный золотой портфель настольных игр в кальяну там такое ну типа масс-маркет мусор прям вообще боже мой в чите как бы то что не звучало в чите есть заведение в котором самая большая коллекция настольных игр есть не в россии там ребята работают гики настольных игр что ты понимал что пригласить меня куда-нибудь там на гостевую еще куда-то слава клянусь тебе это просто жесть вообще я после презентации уезжал к ребятам и играл до шести утра роза в играл до всего трава того все это никогда не было наш там одной игрой это всегда вот какая-то смена а у них запас этих настольных игры ну там 70 80 просто жесть вообще а персонал шарит за на каждый они гики вообще просто жму руку и это знаешь это люди с которыми я бы вот наверное за столом просто бы никогда бы не пообщался но это не мой формат людей но когда я погрузился в эту историю боже мой четыре дня каждый день я приезжал и играл в настольные игры в разные общая звучит мир итоге я у него купил игру у этого чувака ты взял она игра называется хорошие ублюдки эта игра не выпускалась в россии вообще он ее сам делает сам печатает переводит то вообще просто мы собрались там с женой моей моим братом и можем на четвером блять мы чуть не разодрались 6 была полная вообще это очень крутая игра мне очень нравится ссылка во многих настольных играх в начале правил или в конце неважно не забывайте что вы друзья обалденная штука это актуально для игр где механика подразумевает подсер друг другу есть на типа и я мы сейчас можем затянуть это на два-три часа не буду говорить но куча настольных игр очень крутых с сложными но механика ты их познаешь очень крут у нас был все время прям целый вайп компании мы сидели там до крови износов прямов переносами словом прям сутками засиживались очень клево ты знаешь что игра престолов изначально когда были написаны эти романы создалась сначала настольная игра нам по роману а потом уже началось вот как раз таки игра подразумевает что придавал друг другу люлей и мучил друг друга это прям там заключайте за юзы придавайте короче круто я съехал с тема впечатления о городе поехали возвращаясь к теме того что меня напрягает что многие города похожи друг на друга но в этом есть своя фишка что ты хочешь найти что-то интересное необычное гуглишь какие-то факты и я столкнулся такой теме не знаю получится ли этим спичом что-то в людях пробудить кайфуйте от региона короче в котором вы находитесь я уверен что есть большой пул людей кто живет в иркутске они там не были условно на байкале не знают какие-то интересные факты факты о городе но это прикольно элементарно там понимаешь можно загуглить дату основания и дальше начинать а как было потом всегда же интересно причинно-следственная связь а почему так почему именно территориально здесь находится чем связан короче это всегда интересно я вот дико благодарен то что мы погоняли по музейчиком что-то позалипали прикольно клево что по факту ну сильно удаленный центр регион у бам там какая-то выставка картин интересно причем я так понимаю там локальные какие-то ребята выставляются клево клево потому что понятно что здесь в плане энергетики духовности какой-то вообще своеобразный регион своеобразные это все так прикольно проецируется в искусстве вау круто круто но я короче однозначно могу сказать что вот за три месяца жестко проёбана форма физики хотя это мне кажется диапазон 10-15 килограмм но я так обленился меня уже просто мысли сколько всего наложилось на мой невывозная на типа отсутствие сна короче джет лаки это оказывается пиздец ну типа тебе говорили но я не думал что настолько сильно что я ложусь спать 6 вечера просыпались в 10 такой так а чё происходит и вот всю неделю в таком состоянии то есть ну тяжело подбиться никакой кпд просто нулевой просто профита по работе просто я вообще не вывоз просто мякиш меня это сильно повлияло на то вообще в принципе твое настроение и на то что ты транслировал своим мягкой мышцой и в итоге наболтал конечно жестко на ребят вы можете верить не верить в энергетику вы можете там но считать там байки всякие ну ну короче на байкале точно работает сила мысли я не знаю как это работает но у меня уже был такой прикол с уфой я говорил то что я не хочу в уфу мне не в том плане что конкретно в уфу не хочу просто не хочу ехать не хочу ехать хочется побыть дома я мало проживали мне дома у меня отъебывает два самолета за неделю за меньше чем шесть дней два самолета не взлетают переносится еще что-то там ошибка ой неполадка двигателя короче и тут тоже ровно такая же история я пересмотрел контента который не надо было пересмотреть им тяжелого подъема и я не знаю тут мне кажется с тобой синергия приколов и вот этих вот всех вкидов мы попали короче в дтп я не знаю будут какие-то кадры нет может что-то в лоб какой-то будем наверное что-то наверное будет скорее но мы живы-здоровы мы живы-здоровы мы целы вот здесь будет картинка будет на дрове я больше всего ну восхищает наверное и доставляет удовольствие вообще воспоминания атмосфере в машине давайте 50 метров просто катимся давайте объясним ну давай ты расскажи из твоих слов это как бы были очень неблагоприятные погодные условия но очень красивые да это было красиво но с издержками было очень снежно заледенела дорога мы ехали на тойоте хай люкс сурф хай люкс сурфа и лак хай лакс мощная просил моя малышка даже малышка не зовешь махина и у нас был очень позитивный вайбе безумно хотел спать нам было так весело и клёво что мы болтали всю дорогу угорали очень кстати такие опасные дороги в целом на байкале как будто у вас там вот этот серпантин горный холмистый но это жесть это жесть увидели перевернутую фуру и типа по реакции ребята понял что ну ничего такого это только вторник и она только одна пока то есть на типа ничего удивительная уже охуел а мы что-то подшучивали про перевороты на машине про кульбит я не знаю как пошел этот разгон но примерно раз 600 мы сказали на тему бля был прикольно перевернуться нахуй даже был видос я не знаю мы вставим этот кусочек там типа языка из разряда бля как было бы тупо сейчас перевернуться на машине это был бы последний видос снимала что-то дорогу дословно там дословно трешняк в итоге какая-то большая фура которая перевозила что-то непонятное просто остановилась на полосе у нас слева на полосе встречного движения тоже ехала машина мы решили что-то притормозить но тойота сюрскала нет это дорога сказала не надо едем и не будете ждали дальше мама меня фура убила это вот прям очень подходит сюда эта ставка но со стороны водителя кажется интереснее было объяснить ситуацию меня нет прав я как бы но но мы едем стоит фура на аварийке я мороженку ставлю в подстаканник нажимаю тоже аварийку начинаю разруливать ситуацию но правда был запас хороший там было нормально все метров 150 да мы начинаем тормозить но чуть-чуть притормозили но ближе к фуре начинаем еще тормозить я говорю сани сани сидел спереди слова на заднем сиденье я говорю мы не тормозим не тормозим ну в последний момент понимаю что надо обруливать начинаю обруливать ничем не жули не делает ну и мы врезаемся в фуру и такая тишина спокойствия вообще все просто едут вот камаз но удивительно топ самых смешных дтп просто я помню что я мог только блять 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 удар я у тебя интонация не менялась такой блять 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 жалко жалко машин бампер пробил нахуй колесо блять воткнулся просто него пробит радиатор блин да но машина это железо обмыто как бы все целое могло быть вообще намного хуже с точки зрения надо присоединиться 100 процентов надо точки зрения опыта реакции ты прикольно углом зарулил и вообще предположу что так хотел спасибо паутинка на лобовом тебе напомнит о многом удивительно у тебя там ни рассечения не ушибов а через шапку это так мягенько получил его хорошего ездите в шапке ребята и в шлейфе и в пристегнуты у меня теперь но вот новая кредо что типа я не повезу людей если но они не пристегнуты все ну тогда это маленько под размотала сзади слушай ну да и чуть влетел в тебя я думал ты угораешь то есть я ну смотрю на саню он такой все ок все ок что ты начал штаны свои отрихать от кофе я смотрю на славу он просто лежит вот так я думал ты стягаешь типа как будто нифига мы размотались и такой типа лежишь а потом такой да да все нормально чуть-чуть джебнулся об креслице ну так почувствовал короче странный экспириенс хорошо что все хорошо закончилось я так мимо процентов 50 маршрута уже проехали да побольше 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 но мы близко были там уже дальше у нас по плану мероприятия было озеро какое-то небо серебряное серебряное озеро какая-то крутая достопримечательность ну вот так это произошло но это как будто был знак то что я саша ебал голову на тире 5 не может но ты же видел прикол про то что там в это же время пока мы ехали мчс опубликовала пост что типа все все походы типа закрыты нельзя в горы там лавина опасно типа и все такое ну то есть мы бы в любом случае не пошли я все-таки хочу чтобы это было под запись то есть мои плебейские познания в гисметио все-таки ну сработали нет там что там не было я просто смысл в том что если мы бы доехали мы бы все равно пошли не дошли вы походу сашенька вы хороший получается есть такой пиздорез и такой снегомет вот этот вот ветрища скорее всего и там наверное так же потому что ну по радиусу как будто затрагит могут не там вообще плюс 40 для жара возьми спф нахуй плавки там будет кайф блять ну гид ну гид кстати взбодрил в моменте но с нами был гид который должен был нас вести автор второй он такой дочуну пошлипать то пойдем на чё там все нормально вулкан не ебанет можно все охуенно у меня второй разряд кстати были второй разряд круто же евгений спасибо мотиватор вообще от бога просто я грубим чувак я как бы вешу как нахуй машина который ты едешь блять но по мощности далеко не так может ну не будет про мальчика все будет охуенно но мы еще не уважение там к маршруту горе проявили да слава да там не по бурханили и не по бурханили не по бурханили вот не не лонгал и понятие нет понятия не имею что это но это такая темка когда тебе нужно дать земле огненную воду то есть как правило как голь водка какая-то дать ее земле это же с того что ты едешь куда-то с добрыми намерениями с уважением не имеешь каких-то там корыстных целей что вот все обязательно алкоголь должен да да либо алкоголь либо молоко 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 вообще как канон начнут водка и молоко да это вот такие две вещи но не вместе грудная можно сомневаюсь ну слушай когда мы ехали летом и я забыл что нужна огненная вода и молока тоже собой не было и мы там стали на точке где рынок на пути к льхону и я начал в пахах ходить короче по ларькам спрашивать ну можно ли купить водку мне все отказали и потом это куда думался я подошел к одному из звуков говорю ребят такая ситуация забыли собой взять водку надо по-любому по бурханить мне в смысле за секунду просто достали чекушку на держи без вопросов ты и там крышечку маленькую крышечку в себя пригубить и остальное все землю дать очень клевый критерий о неизгладимые впечатления о людях регионе я как бы не кмс там по дтп но типа у меня нет опыта первый разряд на это 3 3 3 3 3 я в шоке что из 15 машин 26 примерно остановилась хотя ну там дорога как бы тормозной путь он вызывал некие проблемы все тормозят надо не надо даже ну ты не маякуешь ты стоишь просто нам разжигаешь костер да да было и так и люди тормозят чё как пацаны все ли хорошо все ли хорошо причем там ребята и так понимаю вообще потому что сначала эвакуатор а это просто ребят тут на камазике там на каком-то остановились вышли втроем что-то пацаны чё как чё кого блин очень круто очень как будто добрые люди которые осознают насколько трудно жить в сибири и как будто что здесь поддержка это прям обязательная программа общей жизнедеятельности людей это очень круто то есть меня это впечатление призвало возможно там меня поправят в комментариях так типа происходит при каждом дтп но не знаю я езжу по городу езжу межгород но я не замечал такой тенденции что прям поголовно все останавливают я думаю что в москве если попадешь дтп очень мало людей становится даже делом на трассе но я думаю на трассе в любом случае существует но какие-то до правила которые но здесь просто чуть-чуть наверно поглубже в менталитет но шло я себе чуть-чуть потому что блять если там останешься один тебе реально нужно помочь на то несколько лет умрешь на придачу связи да просто zero связи просто 0 типа интересно интересно ну что зато получилось сегодня загонять на байкал да да там видно было байкал ты еще там и байкалу тоже предъявы кидал пока мы там был блюр сегодня вот блюр сняли было прикольно типа масштаб конечно покупался пау не панер попил воды понерпился понерпился на пути обратно меня так нерпанула вообще плотненько меня выстегнула но слушай хорошо что я узнал о твоих возможностях по ходу сегодня я них говорил 5 дней просто ну то что пацаны ходьба вверх это вообще не про жирных людей ходьба прямо с небольшим темпом идеально если это еще по дороге фастфуд просто 10 из 10 в гору я сомневаюсь то что вас там филиалки и все или мака поэтому мотивации zero просто сорян перекусы были подготовлены вообще собой перекусы блять но тем не менее снегирям мы ничего не дали вот это вот печально или кто это был но пальцы они пощипали блин прикольно прикольно то есть у меня еще был небольшой страх то что у нас будет неожиданно рубрика barrels гриллс и мы там встретим каких-то зверюшек но мне отхватило дятлы и вот эти вот снегири это очень прикольно и они вообще одну типу по прикольно люди на медведя в такую в такое время уже среди достаточно сложно если ты в такую в такое время встречаешь педагоги тебе пиздец потому что это шатун медведь шатун на твое просто разъебет такова реальность но тебе как олимпик беру наверно максимум этого своего это максимум ничего страшного какое время более вероятно да не на прикольно это красиво но мне кажется мы чуть-чуть не не подгадали сезона да наверное летом и и прям полный глубокой зимой был бы круче на зима не представляю как вы говорите что блять поскорее бы минус 40 поскорее бы минус 30 вы слышали для нас просто непривычно такая зима на самом деле сейчас аномально теплая и когда ты живешь в условиях какого-то лютого пиздеца всю свою жизнь и когда в ноябре ты не сталкиваешься с какими-то морозами такой блять что-то пуховик наху достал что-то жарко что хочешь слякать почему-то все тает блять это раздражает вот этот морозец он все равно он реально тебя заставляет двигаться это начинаешь что-то весь прям ты ты чувствуешь что ты живой не будешь двигаться умрешь это ты уже сильно надо двигаться надо двигаться по жизни причинские морозы все равно до снова пустите меня на байкал пьяным подвигаться ты хотел бы еще до людей много за ну хотел бы еще приехать слушай мне кажется в другую погодку было бы интересно посмотреть вопрос как бы только спланировать поездку не такую продолжительную не пешком чем-нибудь да в идеале слушай четыре дня летом приезжаем из измена байкал на альхон это думаю тебе намного больше понравится там никаких пеших прогулок прочего там вот приехал на точку в разложил палатки все чилишься нерпишься 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 слова слова вы мне нравится как иностранные слова заходит вообще в нашу постоянную речь надо сохранять культуру why не знаю для меня это важно почему-то я на прошлом подкасте никому с кем и затрагивал эту тему что круто когда ты традиции своего народа передаешь потом следующему поколению да у тебя руны блин на руке да 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 и я так живу что поделать но просто вдуматься в историю того что твои нам твои твои мощи передадим следующем поколении нет вообще абсурдная штука мощи мне грустно что отдел кадров превратился в hr-менеджера мне вот это вот прям боль где когда сейчас до смысле в целом да потому что нету нету я понял когда ты встречал последний раз сотруднику отдела кадров сотрудницу это троли скачу конечно но я тоже не понимаю даже тема это тоже чар-менеджер слова надо подумать про это общаешься с москвичами это пиздец то есть там на сто процентов какой-то словесной нагрузки 50 это фабрик вот этот всех меня это типа details вот это я не я в моменте я человек прям а вот нахуй тут это слово она же ну не совсем уместно за матчица ну да если ты можешь сказать по-русски скажи по-русски женатиком не надо мать все просто под маскировкой упрощенного чего-то вводится так незаметно аккуратненько так потихонечку маленечку в итоге ты потом ну какие-то реально старые слова ты их просто забываешь они выходят из-за пехота когда умирает язык умирает культура вау прикольно это звучит сильно не так во время сказать то бишь то бишь не но есть русские слова которые для раздражают давай 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 например ну то бишь ты откуда вообще в лаптях как это пишется вообще ну типа в одно слово мне кажется наш т о б и не она в одно слово или мне кажется в одно лишь как будто google бишь-бишь бар маг это еда уже сушьтесь бар матчица а что какое мы сегодня блюдо ели сабудой нет нет ни обраке и кто бишь это еще знаешь какое-то все-таки инглоязычное слово там по ту пишет то бишь то есть ну типа выпускаешь вкус заведомо в б-категории если у тебя технологи то бишь то ты все вкусы в заведомо в б-категорию выпускаешь бы вот в чем-то этот табишник там вообще на придумывал опять гуарану свою гуарана топ чё вашку залетела на как вместо топа гуарана класс но опять же никто не поймет гуарана наверное это грустно ну блин я хочу теперь вспомнить какие старинные слова последний раз использовал скорее выражение да чем какое-то отдельное слово я бы сказал что так моей жене давай давай там на я не знаю намного ну слушай мне было прикольно чтобы знаешь есть место ожидания гостя в кальянной и я не знаю как она правильно называется возможно ему вообще принципе название зона ожидания но как по-русски раньше называли место где ты можешь просто у двери посетят завалинок мне было бы очень круто если вы вот это вот место заведение заходишь нет возможно сейчас из-за стола тебя есть определенная зона которая называлась на завалинке ребята посидите блядь хост как бы назвал хост регистратура сильно да сильно горослава в регистратуре спросить это же реально концепция направление имеется на этот стол вы сегодня это видишь сразу вызывает стереотипные вещи должны раплописи в распашонках со славянскими там грудь но это я бы правда очень хотел такого на целом можно ручим и идею ждать запиливаем что должна быть библиотека библиотека славянская славянской библиотеки ну если я на перегреве сегодня день перу на курим все в касатку прикольно прикольно да какие еще сами есть боги славянские мощно же это такая штука ну ну ладно верить рот я помню что есть ерила прям вот однозначно это бог солнца насколько я помню может мясо не поправит того прикольно нет и родиты конечно у меня была книжка по мифологии я познаю мир 2 тома мне нравилось ее читать прикольно мифология прикольная вообще штука оранж по моему у всех добыли вот эти коллекции я познаю мир я поздно разъем то есть только вообще что где какая-то у меня тоже была коллекция но вы уже пришли сейчас вообще я познаю чем старее книга чем она достовернее потому что на сегодняшний день там залезть в энциклопедию в историческую ты все там жесть потеряешь надо задорно вода смотреть задорно в топ блять просто задорно добавил два ролика это величина вообще какой человек я огромное уважение испытывают ему мне кажется энциклопедии некоторые теряют свою актуальность но типа раз стопорта старинные не всегда не всегда нет вопрос наверно если это научная литература то точно нет но я думаю научная литература вроде медицины там точно она конечно все уходит там приложи чеснок на самом деле там китайские трататы самые первые медицинские они были выстроены просто полностью на травах одни травы еще зайдешь китайскую аптеку она существует даже не один филиал и на китайской книге там вообще ноль фармакологии там все даже таблетки все ты почитаешь состав там только травы только натуральные ингредиенты ничего более вообще но там при этом написано на упаковках что это не является типа лекарственным средством потому что по всей какой-то в какой-то есть слово которое это обозначает не не бады а вот как-то хуй то не работащих у это ну попей плацебода но что-то типа другое но вы же в груди ты мне пока картина что там вместо пластыри подорожники продаются там просто сударь возможно вам то не послушаю но мы же так жили в детстве реально ну чё ты разъебался колено ободрал подорожник кальянную ободрал все вообще кальянную ободрал это славина гостевая смена если вас нужно ободрать пишите в директ не забывайте только что славина сердечко-то занято уже фамили комьюнити суши давай вернемся маленько к кальянной индустрии да чуть-чуть все равно кто подкаст такой там есть одни ребята субкультурщики своего рода эмо что ли тип того да как вообще относится к миксологии нашему многих брендов вкус выходит и они создают какие-то миксы с ними как считаешь это вообще рабочий инструмент кому они вообще нужны мы просто эти миксы делаем но я вот ни разу не встречал обратной связи что какой-то прописанный миг чтобы там была обратная связь блин вот это типа топ насколько реально нужно делать микс а какой вы создали инструментарий для сбора обратной связи нихуя не создали ответ на твой вопрос спасибо большое поработаем это мгновенно вообще это ну да по сути на однозначная рабочая штука потому что к сожалению вот элементарно не сесть хоть там прямое включение там в инсте в ю тубе неважно какая соцсеть и я там курю кальян я заебался настолько что я просто закрепленным сообщением записал пацаны сама сюда потому что ебать кому важно с чем у тебя блять малина на прикольный детс я не понимаю короче рабочая история никто не говорит чё за лупу куришь ну да да то есть формат сообщение в директ типа блин славян вот моя полка накидай каких миксов до людей еще не дошло что не существует в природе там двух-трех несочетаемых ароматов работает все совсем как тебе хочется что угодно в какой процентовки без разницы я не воспринимаю тему миксологии моей голове и нет потому что если мы упираемся в понятийный ряд то у нас нету никаких мерных приборов нет ничего все нет идеальных условий нету никого рокса так скажем так не работает вообще вот эти вот там 30-40 процентов это такая просто эфемерная хрень есть какие-то приятные сочетания кто там как слушай но тем не менее индустрия же надевает корону определенным людям о том что это миксолог лучше миксолог стороны микрос эту тему еще не правда потому что в свое время это корона была на голове или романова потом эту нишу занял фил я пропустил коронацию он очень-очень-очень много контента дал миксологии до сих пор выдают и насколько это и удивительно то что люди реально это принимают такие вот это вот это тип вообще вот он разбирается тут бы знаешь если начинаем копать внутрь то один тот же аромат у нас четырех тоже вот маленький средств делай он для всех может быть абсолютно разные а когда мы говорим там о 3 там терапе ти бля когда вот эти вот пять шесть вкусов чашку у меня так срака взрывается были за скажем невозможно технический рот не воспринимает такое не работает так ну короче я не знаю я такой тип окей если утра нравится ради бога в моем понимании там два три вкус в чашку и все и все да есть какие-то заготовки которые там на определенном опять же среди каких-то людей там с разных регионов да вроде нравится окей пробовать можно но глобально чего угодно с чем угодно можно мешать и игорю мы просто упираемся в проблемном понятийного ряда миксология это не то что мы с вами в это барное условие ну история абсолютно это мерники это определенные инструменты какие инструменты украинного мастера нихуя кроме вилки брали все все не так но если ты представляешь себе то что у меня ну понятно что я буду реально выходит пост в соцсетях типа берем 30 10 грамм малины вишни берем 5 грамм тархуна и 4 грамма байкала уже к этому все придется с этого кстати ну можно да за трамп лениться но типа буду попробовать тестово мне кажется прикинь что кто-то так просто делает ну вполне может быть человек который там под секрет живет на визит ведет всю жизнь такой так у меня чашка 30 процентов чип-чип-чип туда я знаю заведение которые так миксы в систему забивают то есть не каждый вкус есть промаркирован они взяли пачку там 10 грамм малины на программу пригодится вообще как это еще но забавно что про миксологии до сих пор есть конкурсы на миксологию это все как-то оценивается кем-то предоставляются хука батлы там все вот это вот такая история суши но если говорить про хука батлы формат там десяти кальянов на на время в рамках заказа это прикольно услуга нет мы говорим наверно хука батл хукари матч если да это интересная штука да то есть она честно не совсем рабочая участвовал хукари матчи нет и сидел жюри в хукари матчика это было в чьих они сколько ты коленов попал хороших из того что тепло 10 из 10 и серьезно скажу самый лучший хукари матч который видел и принимал косвенное участие участие было в чьих они у них была безумная программа лояльности которая не проработать не написал денежки на тип при коннектом на хукари матч и вообще ничего от этого не ждал а там типа у типов все прям жестко с жесткими условиями конкурса жесткими требованиями четыре кальяна фольги четыре кальяна колодки два грейпфрута и огромное количество карточек просто ебанутая не в плане то что там ягодный а там ягодно травянистый сладкая средняя крепость 10 карточек вытягивает и должен из огромного пула там карточек наверное не знаю ну 100 примерно он 10 карточек вытягивает выкладывает перец но столом в линию смотрит на них один раз его задача вот как там написано вот в той последовательности вынести и в той последовательности чтобы они стояли в плане крепости и вкуса разъеб там были теплы просто ебанутый что-то 6 минут нахуй 10 колен они все работают охуенно курица падают заказ мастера из чайханы просто респект от сейчас остался в сфере это вообще безумные просто это я с таким жестким заваленным ебалом сидел этой истории не потому что у тебя фольга дырки сделанные ногой нет это там грейпфруты были вырезаны я вне запару так ровно не вырезаю я охуел вообще как респект ребята для внутренней сети да 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 то есть ну типа с точки зрения вывозимости запар чихан чихана сейчас уже там как братьев и сечков в моменте тут них кальянное управление кальянные станции у вау как это было круто организовано это типа многим вообще учиться и учиться тоже таки а чихана на там ребята по 300 по 400 шишек накидывают алло типа о чем вообще речь на типа ребят из члены очень жесткий и вот такой формат рематча я бы очень бы хотел сам организовать в правильном субъективно правильном представлении с такими жесткими требования это круто у них там были баллы за рабочую поверхность баллы за визуальное составление кальянов то есть там они в дерьме не в дерьме прикольно очень круто очень круто все еще ровненько и фольга еще блять ровная я в шоке все калалады все ровненько стоит хотя было бы интересно поучаствовать в коллегии жюри на перегрев с у нас там проходит конкурс кальянных мастеров у нас маленько другой другая концепция тебе дается 20 минут на приготовление трех кальянов как бы сейчас для тебя это не звучало и были люди которые не укладывались формат какой тебе нужно приготовить кальян легкий средний крепкий и три условия один в кальян на фольге один на грейпфруте 1 классическая чашка но когда ты готовишь кальян тебе нужно все абсолютно за него рассказать презентовать заведение от кого ты рассказать за себя за свой кальянный путь рассказать за каждый кальян который ты готовишь миксология какая тебе только угодно хочешь напиток подавать к этому кальяну подавай чего угодно вообще делай время засекается того как поставлены угли либо угли готовы уже кому как удобнее и тебе скажу что за 20 минут успели далеко не все вообще на потому что вопрос распределение когда ты молчишь это делать все очень быстро но когда тебе нужно взаимодействовать с жюри если взаимодействие с аудиторией это все совершенно начинает по-другому выглядеть по факту это приравнивается к тем условиям когда ты пришел как гость за барную стойку заказал себе кальян и все человек который тебе его готовит полностью все рассказывает погружает тебя и в итоге ты потом получаешь готовый продукт уже не знаю не знаю насколько это вообще актуально 20 минут как будто верда дохера ты меня там были ребята быстрее это делал бы но это смысле средний по больнице 20 минут делали ограничение что просто конкурс не стягивать нужно за 20 минут уходишь тебя начинаются штрафные жалки 25 баллов владиска литка цена охренеть охренеть прикольно звучит прикольно в целом мне кажется можно это писаться вообще каких вот вещей мне кажется в кальянной сфере не хватает нам на сегодняшний день кроме каких-то выставок да по сути ничего просто больше нет таких масштабных больших мероприятий то есть ты можешь посетить выставку но это как это очень коммерческая штука вставляются бренды ты можешь попробовать но как будто бы там пути развития мастера да в таких вещах но никакого нет и вот какие штуки можно было бы может сейчас у нас конечно там есть запасе куча деки до конкурсов маленьких все прочее странно почему то что на сегодняшний день как-то по россии не проводятся такие большие вещи что там выявляли лучших сфере там понятно что есть гайд мастерс но это такая тоже субъективная относительно вещь и вот если бы ты хотел бы определить лучшего коленщика россии кольщика россии но типа какой-нибудь федеральный турик по рематчу было мне кажется круто с отборочными в каждом регионе это как будто такая геморрой по организации просто но был бойчик круто сужина это же своего рода самая честная оценка человека то есть как можно заслужить себе какое-то звание если она не подтверждена на практике здесь сейчас ну ты ты никогда не станешь олимпийским чемпионом не придя и не показал свою там лучший результат того что ты можешь вся аудитория стоит смотрит на тебя наверное самое было бы объективное бесспорное доказательство грюк федеральный рематч замутить блин был бы очень круто прикинь с каждых регионов отбираются топовые чуваки там месяц сначала в рамках субъекта потом какие-то федерального округа и потом там на суперфинал и бать этот замес чемпионат россии блин это очень коколиенному ремеслу звучит клево премия время шишлен вот это было бы круто вот на такой бы вписался в движок на сам даже по участвовал интересно только мне кажется там вот эти вот формат 10 колен вот ту матч 5 шишечек да не 3 достаточно зачем тебе вот тебя есть один шанс одна чашка такая одна такая такая что-то не но велосипеда дальше как вы не изобретешь 10 редко кому три кальяна это типа не за пара я просто ебнешься и все это дело прокуривать и пизда это действительно так то есть это после эквадора конкурса ты его такой здесь вообще в рассосе не фокусе абсолютно надо чуть-чуть это все дело ускорять ускорять делать 10 минут таймер и все на за 10 минут ну типа блин там не видел как 10 колен за 6 минут у меня просто она больше еще в количестве участников финале просто должны столкнуться там три или пять человек его попасть финал это уже типа для прикинь ты прошел там типа субъект субъект самый в городе самый крутой там область региона не очень актуально а вот именно пфошка и вот так вот по округам потом блин это очень долго но организации кэша бля просто пиздец сколько на это надо въебать просто ада ада это в идеале чтобы еще у тебя судейская коллегия ездила по регионам все это чекала но вообще перегрев с как бы и наверное имеет такую цель то есть мы сначала начали танцы своего города второе можно будет приглашать других регионов и в конечном итоге это должно вырасти во всероссийскую премию которая реально будет именно значимой то есть не просто я там чё-то где-то как-то ты реально доказал аудитория была были судей серьезные судьи ты прошел множество этапов это это то что реально на сегодняшний день может оценивать кальянова мастера как ну ну смотри же хуга battle организация но что-то как-то у них полно слушает там же кринжовый формат вообще в целом ну то есть для меня это кринжовая штука риндж полностью вообще дали у меня всегда вызывает это большие вопросы реально кому это надо ну то есть там не в обиду ребятам есть ощущение что все начинает высасываться из пальца и большая часть людей которые в этом заинтересованы это люди не с россии с россией какой кальянный рэп нет нет мне кажется что конкурс россии я участвовал к батлах провалиться из одной важной штуки что ребят в сфере до работающих они всегда в дефиците в жестком и что просто чувак даже если там местное выиграет что-то он просто не сможет куда-то поехать у меня сменка в пятницу ты куда блин собрался там либо какой-то экстра кэш за призовой надо делать почему это можно на сразу же устраивать среди шефа в заведении автоматически ну шеф не всегда машина есть в коллективе лошадки которые в рот дают шефу слушай но это хуёво нет не вообще все в рот дают должна быть лошадка в коллективе которая тащит тип которая разъебывает за пару у шеф чуть немножко другой мне кажется операционная загрузка нежели слушай все равно честно говоря считаю что шеф это тот человек который в любой момент может вылететь в зал и откатать просто вообще на ура не талонно не по его личному эти два рассказывать этим о том как нужно работать при этом не имея возможности способности сделать это самостоятельно не ну типа не показывая личный пример как это наделать без вариантов для меня это я думаю все всегда насуют чуваки кто больше тебя сменка конечно не слушай да мы по факту там сколько на сменки чтобы в темп войти и форму снова прийти три-четыре смены ты просто три-четыре недели . три-четыре недели степо . все разные опытные имеют я честно говоря так не считаю вообще но я вот выходил недавно на смены уел я особенность заведения тут где-то где один уровень вообще но поехали а где 23 этажа где квадратуру на типа под косарь привет и все еще не никто не берет в расчет ребята там работает в рейстиках и клубов где пространство может быть просто ебанутое и таких ну как в мероприятии мест много и они качают они дают тоже кольки баснословное количество шишек и охуевают тоже тяжело сравнивать к этому лучше это еще на самом деле хороший инструмент для того чтобы реально понять что ты вообще своим ребятам там задаешь какие цели ты ставишь им какого там сервиса или качество регламентов ты им ставишь ну выйди да покажи обратная сторона да что твой шеф идет и если просто ну в провал полный а ты там им 23 года что рассказывал я там катаюсь надо я сейчас вам тут всем носу не правда реально выйди покажи как надо тогда личный пример уже самый приятный я согласен с тем что шеф должен быть в порядке всегда но я немножко сторонник другой не кажется от него клинка мне кажется шефа должны окружать люди привали сильнее машины конечных вещах ребят но вы согласитесь с темой что если шеф это же взята из кухни прикиньте что шеф-повар выходит на кухню и не может просто и холодкой горячка пока что в современности если мы там шефа рассматриваем цветные из ресторанов то конкретно шеф если выйдет что-то в запородки дать у него ничего не получишь у него будут шефы которые стоят и для этого работают и качественно это делаю он собирал команду чтобы они выполняли тот объем задачи справлялись его меню а тут был бы странно если он выходит там неважно там холодный горячий цех и жестко начинает разъебывать это вопрос к шефу у него операционные в первую очередь задачи контроля операционка не не это безусловно я имеют приятный доп что он исполнитель вопросов нет но что он исполнитель лучше чем его исполнитель вопрос большой чувак который три года делает блять цезарь он должен его делать ну типа x15 от шефа вот я так считаю не ну да если выходит шеф и делает лучшим команда делая вопросик и начали про команда образованию просеки смог научить 0 цель любого управляющего шефа это создать команду которая будет сильнее его и будет тебя учить остальное без мысленно но ты прекрасно ноте закончил я смотрел и кроме корицу катает смена короче я выглянул кстати да чем мы будем прощаться я думаю да давайте прощаться давайте сейчас слава ну тебе заключительное слово ты как опытный ютуба лолок ютуба лолок от лица и трубала лога спасибо ребят что это посмотрели и послушали обратную связь было бы интересно послушать когда для меня это вообще новый формат в новом окружении интересно ребят будем ждать ваших отзывов обратной связи по такому рода контентом кстати до конца еще не знаем где это выйдет интересно вконтакте конечно mail групп в одноклассник я зима я вас благодарю за всю движуху ребят мне кажется и контент прикольный время классно провели время прекрасно провели вообще что приехал наконец-то сейчас уеду уже скоро кстати заседает все кто хочет пригласить славу два же задумайте на 2 не пишите ему вообще забудьте об этом пора потраченного время позвоните попросите фотографию паспорта и просто купить ему билетами это проблема да все у тебя же есть топовый менеджер который маши пишем маши сашка не знал пока-пока всем пока спасибо